Этот подвиг вошел в историю по сегодняшний день. 2 февраля является днем воинской славы. И сегодня 78-я годовщина. Именно в этот день, в 43-м, была одержана победа в Сталинградской битве. Память об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войне отделение молодежь КОНФ поддержало танцем. Сталинградский вальс смотрела Александра Коваленко. Фронтовой шлягер или история о любви. Так бойцы называли песню «Случайный вальс», которая была написана сразу же после окончания Сталинградской битвы. В основу песни лег реальный эпизод войны. О нем композитору Марку Фрадкину рассказал летчик Василий Васильев, когда поздним вечером молодому офицеру пришлось побывать при фронтовой полосе и закружить в танце с белокожей красавицей Зиной. Мысль о молодой девушке не давала покоя бойцу. И по его просьбе была написана эта песня и прокручена на радио. Он надеялся, что Зина услышит ее и поймет, что песня для нее. Все так и случилось. Зина кинулась в поисках молодого лейтенанта, но получила печальную весть. Он погиб смертью героя в одном из воздушных боев. Она символизирует случайный вальс. Это история такой любви, которая не смогла осуществиться, к сожалению. Мне бы хотелось, чтобы вот это вот все помнилось. Те события, те отношения, та любовь, которая раньше была. Чтобы мы могли это передавать из поколения в поколение. И вот танцам именно мы могли их привлечь, чтобы они знали и историю свою, и какая раньше любовь была. Что пришлось пережить советским солдатам в те военные годы, наша молодежь должна помнить непременно. Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом и создать условия для окончания войны в свою пользу. Однако их планы не осуществились. Солдаты советской армии разгромили фашистские войска под Сталинградом. Тем самым завершилась одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Свой вклад в общую победу внесли и наши земляки, которые бок о бок сражались с фашистскими захватчиками. Эта битва стала переломной на пути к Великой Победе. В прошлом году мы тоже с ребятами танцевали этот вальс. И в этом году я к ним же обратилась. Они такие, да, конечно, с удовольствием. Мы помним движение. И я им объяснила суть акции. Они согласились с удовольствием потанцевать. Цель, знаете, это патриотическое воспитание нашей молодежи, чтобы наши ребята, наше поколение помнило о тех трагичных годах, которые пережили наши деды и прадеды. Будем дружить, терпеть и кружить. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.